Всем привет! Вы на канале Хофис. Сегодня у нас на обзоре одна из самых оснащенных и передовых моделей компании Dr. Coffee Proxima, модель F2. Я отвечу на самые популярные вопросы касательно работы данной модели. Меня зовут Антон, поехали! Первым делом, как и всегда, посмотрим на внешний вид кофемашины. Машина довольно габаритная, но при всем при этом мне нравится, что производители сделали ее высокой, а не широкой. Ширина машины всего 340 мм, глубина 540 мм, а высота 830 мм. Кофемашина оснащена довольно большим сенсорным дисплеем диагональю 10 и 1 дюйм. Снизу виднеется вот такая подсветка. Можно выбрать любой из семи цветов и установить монорежим, либо включить плавную смену с какой-то определенной периодичностью. Модель F2 включает в себя какое-то просто невероятное количество бункеров, у каждого из которых есть своя функция. Давайте отдельно пробежимся по каждому и посмотрим, как можно оптимально использовать каждый из них. Первое, что бросается в глаза, это два бункера для кофе. Соответственно, кофемашина оснащена двумя кофемолками. Жернова кофемолки керамические, плоско-параллельные. Зачем два? Резонный вопрос. Каждый из бункеров вмещает в себя до 1,2 кг кофе. Если вы готовите на одном сорте, то, соответственно, вы можете загрузить до 2,4 кг кофе. Учитывая, что максимальная производительность кофемашины это 300 чашек в день, а рекомендованная производительность это 240-250 чашек в день, с учетом 10 г кофе на порцию, этого количества вполне достаточно, чтобы комфортно работать в течение всего дня. Но мы можем пойти другим путем и использовать два разных сорта кофе. К примеру, использовать одну кофемолку для премиальных сортов кофе и готовить классические напитки по типу эспрессо, американо, капучино, латте. А вторую кофемолку использовать для более бюджетных сортов кофе и настроить под нее напитки, где кофе не является основополагающим ингредиентом. Допустим, раф кофе или макачино это напитки сладкие и кофе в них поступает скорее как дополнительный ингредиент. Тем самым мы можем контролировать экономику заведения и корректировать маржинальность некоторых позиций в меню. В комплекте нам вкладывают пластиковый ключ для подстройки помолок. Как я говорил ранее, жернова в кофемолке керамические и плоско-параллельные. Плоско-параллельный жернова это такая конструкция, в котором один диск находится в постоянном неизменном положении, а второй двигается ближе дальше к первому диску. Тем самым расстояние между дисками уменьшается, либо увеличивается, уменьшая, либо увеличивая помолок. Окей, с кофемолками понятно, теперь двигаемся дальше. Модель F2 Plus оснащена двумя бункерами под сухие смеси. Один из бункеров можно использовать для приготовления напитков на сухой шоколадной смеси. Получим такие напитки, как какао, горячий шоколад, кочина и так далее. Второй бункер можно также использовать для сухой шоколадной смеси и увеличить загрузку до 2 кг. Либо использовать для сухого молока и также контролировать экономику нашего заведения и играть с маржинальностью отдельных позиций в меню. Следующие два бункера довольно стандартные для моделей Dr. Coffee Proxima. Бункер для отходов, который вмещает в себя до 70 порций отработанных кофейных таблеток. Но это с учетом 10 грамм на порцию. И 4-х литровый контейнер для воды. Важно использовать только фильтрованную воду для работы с кофемашиной. Кофемашину также можно подключить к водопроводу. Но в этом случае необходимо установить фильтр для очистки. Объясню почему. В составе воды имеется кальций и хлор. При частном взаимодействии с заварочным блоком и бойлером, бойлер и заварочный блок начнут покрываться кальцием. В этом случае спустя какой-то короткий промежуток времени необходимо будет делать полное техническое обслуживание кофемашины. Хлор же пагубно влияет на аромат и вкус нашей чашки кофе. У кофемашины внутри есть два бойлера. Технически это очень грамотное решение со стороны производителя. Именно это решение увеличивает производительность машины до 300 чашек в день. Кофемашина легко справляется с очередью и в 15 и в 20 человек. Минимальное количество кофе на порцию в кофемашине это 7 грамм, а максимальное 21. При всем при этом количество загружаемых и настраиваемых напитков в меню 32 штуки. Но опять же доктор кофе Проксима может предложить нам настроить напиток в трех объемах. С разными дозировками и граммовками, добавлением сухих ингредиентов и так далее. То есть по факту мы имеем 96 напитков в меню. Довольно внушительно. Ну раз уж мы здесь, давайте попробуем настроить капучино среднего объема. Вызываем контекстное меню и переходим в блок сервисное меню. Далее нам необходимо ввести пароль. Переходим на вкладку настройка напитков. Жмем на шестеренку и сразу спускаемся вниз. Этой схемой мы задаем кофемашине последовательность приготовления напитков. Для приготовления капучино нам нужен эспрессо и молоко. Можем выбрать лить кофе и молоко вместе, можем раздельно. Можем выбрать теплое молоко или молочную пену. Я хочу капучино объемом 350 мл. Эспрессо буду лить вниз, молоко буду лить наверх. Выставляю последовательность следующим образом. Теперь идем вниз и настраиваем каждый шаг. Количество кофе в граммах, выход напитка, экстракция. Можно выбрать правый или левый бункер для зерна. Предварительное заваривание. В молочной пене одна настройка. Количество секунд, которые кофемашина будет лить молоко. Подгоняем необходимое значение. Нажимаем на кнопку тестирования и пробуем то, что получилось. Окей, пойдем дальше. Кофемашина подключается к протоколу MDB. Протокол MDB позволит вам установить терминал оплаты. Корректировать цены вы можете в меню настройки напитка. Подробнее о протоколе MDB я рассказываю в одном из предыдущих роликов. Подсказка будет вот здесь. Давайте подытожим. Как по мне, модель Dr. Coffee Proxima F2 это уже полноценная кофейня. Вплоть до того, что мы можем грамотно и точно корректировать экономику заведения. В плане визуальном кофемашина не представляет из себя чего-то выдающегося. Основной упор сделан на то, чтобы нафаршировать машину различными наворотами, бункерами, кофемолками для быстрой, оптимальной и качественной работы заведения. Если у вас остались какие-то вопросы, то смело пишите их нам в комментарии, и мы с радостью на них ответим. А на этом все. С вами был Антон. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok